Следующий контроль дозы МНО будет 13 ноября. Вы сейчас спускаетесь в регистратуру, берете талончик и 13 числа приходите к нам. Раз в месяц, а то и чаще, Мария Кузьминишна будет сдавать кровь. Вместе с ней это придется делать с пациентом после инфаркта, имеющим заболевание сосудов, мерцательную аритмию и другие болезни с высоким риском тромбоза. Пациентов таких у нас довольно-таки много. То есть если ее брать, то еженедельно встречается до 15-20 человек. Таким пациентам требуется постоянно принимать препараты для уменьшения риска тромбоза и инсульта. Неправильная дозировка может привести к катастрофическим последствиям. Скорректировать дозу помогает регулярный контроль уровня свертываемости крови. До этого был 1,89, а когда половинку добавил, стало 3. Я на этой дозе остался, а сегодня сдал 2,1 почему-то. Для разжижения крови врачи чаще всего назначают варфарин. Это позволяет уменьшить риск инсульта и уровень смертности, но увеличивает вероятность кровотечений при отсутствии контроля дозировки. Конечно, в общем-то препарат достаточно проблемный. Назначаем, вернее, препарат небольшую дозу. Через какое-то время, обычно дней через 5, контролируем. Врачи иногда отказываются от такой терапии, для больных которым она жизненно необходима, из-за трудностей лабораторного контроля. Для этого пациенту нужно получить направление на анализ, сдать его в лаборатории, ждать результат в течение 7 дней, а затем записаться на прием. Во время сегодняшней акции горожане смогли измерить свой уровень свертываемости крови буквально по одной капле, увидеть результат за несколько минут и получить консультацию специалистам. Инна Сапанченко, Максим Гусев, События.